МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлом году зеленая карта прекратила членство России в проекте. А насколько популярны были эти страховые полиции? И как много россиян ими пользовались? Ну, особенно в доковидный период, конечно, сотни тысяч у нас было пересечений границы. Ну, а насколько это популярно, можно судить по тому, что уже после прекращения зеленой карты с Белоруссией у нас было подписано соглашение. Вот с сентября месяца по настоящее время получили примерно по 150 тысяч автовладельцев с каждой стороны полис на пересечение границы. Поэтому Белоруссия, конечно, наиболее часто посещаемое государство нашими автолюбителями. Ну, пожалуй, еще Казахстан, ряд других приграничных наших республик. Но, тем не менее, это показывает, что это достаточно распространенное явление. Поэтому крайне важно, что с 1 апреля россияне уже смогут получать бланки синей карты. Ну, а фактически она действует с Белоруссией только пока с сентября прошлого года. Возвращаясь пока к зеленой карте, хочу уточнить, сколько она стоила? И было ли ее выгоднее покупать, чем полис автогражданки других стран? Ну, она стоила порядка трех тысяч. Конечно, это было выгоднее. И сейчас синей картой будет выгоднее. Потому что, ну, где-то минус 20% от национальных полисов аналогов ОСАГО. Ну, и потом карту можно приобретать на две недели, на 15 дней конкретно. Ну, а полисы, как правило, приобретаются на год. Ну, и кроме того, карта действует на несколько стран. То есть она более-менее универсальная была. Ну, надеемся, с присоединением к синей карте она эти функции сохранит. Поэтому, конечно, она была более интересна для столюбителей. Итак, все-таки синяя карта. Чем она еще будет отличаться от зеленой, кроме количества стран? Об этом мы уже сказали. И кому ее будет выгоднее покупать? Для путешествия в одну страну или сразу в несколько? Ну, конечно, выгоднее покупать ее несколько. Но не факт, что отправятся наши путешественники во все страны. Вот, важно, что пока вот Беларусь, она будет действовать. Ну, а перспективы вы назвали наших ближайших соседей. Уверен, что это будет реализовано. Азербайджан, Иран, Турция. Все эти страны востребованы у наших путешественников. Конечно, в разном объеме. Вот, потому что не так-то просто до них добраться. Но, тем не менее, важно, что универсальный механизм страхования международный восстанавливается. А вообще проект «Синяя карта» — это предложение нашей страны? И в чем интерес других стран в нем участвовать? Ну, это проект межправительственный между Россией и Белоруссией. Потому что одновременно с нами из проекта «Зеленая карта» вышла и Белоруссия. Поэтому для нас это было более всего важно. Ну, а другим странам интересно участвовать. Потому что каждая из сторон заинтересована в том, чтобы к ним приезжали гости из сопредельных государств. А Россия генерирует очень серьезный поток, в том числе среди автолюбителей. Потому что это быстрее, интереснее, но и дешевле, оптимальнее. А по вашим оценкам «Синяя карта» сможет много привлечь автопутешественников в Россию? И сильно ли повлияет на туристическую привлекательность нашей страны? Ну, карта, по сути, является не только и не столько как неким механизмом привлечения, а скорее обеспечения. Так же, как наша страховка, когда мы вылетаем, выезжаем за рубеж. Она привлекательна тем, что она будет чуть дешевле, чем аналоги в зарубежной нашей стране. Ну и, конечно, по времени, по различным периодам действия. Пока это только Белоруссия. Поэтому, конечно, будут ее приобретать пока на этом направлении. А «Синей карты» смогут пользоваться грузоперевозчики или у них свои правила? Ну, у них свои правила, потому что абсолютно другой объем, коэффициенты, тарифы. Ну и, прямо скажем, они к туризму мало имеют отношения. Но, тем не менее, конечно, они тоже страхованием обеспечиваются. А известно ли, как в случае ДТП будет проходить возмещение? По каким расценкам будут оценивать ущерб? В какой валюте выплачивать? Ну, с Белоруссией тут понятно. А если присоединятся другие страны? Ну, они рассчитываются в национальной валюте, а потом конвертируются. Вот. Правила действуют универсальные. Это, кстати, одна из вопросов, не скажу, проблем, чтобы либо унифицировать законодательные нормативные акты по страхованию тех государств, которые будут присоединяться. Ну, то есть, они должны соответствовать. Либо изменить те нормы, правила, которые будут прописываться, собственно, в карте. То есть, они должны быть универсально адаптированы тем государством, условиям, правилам, куда будут направляться наши автолюбители. Вот. Ну, думаю, что это реализуемо, но несколько месяцев потребуется. А насколько вообще популярен сейчас выездной автотуризм? 67 процентов, как мы знаем, россиян путешествуют на автомобиле по стране. Вот какая часть из этого числа выезжает за границу на машине? Ну, можно сказать, что там, где выезд свободен, та же Белоруссия, конечно, это не меньше, чем 60 процентов. И выезжают и россияне в Белоруссию, и, конечно, гости из Белоруссии к нам. К сожалению, пункты пропуска на севере, северо-западе, ну, и, в принципе, в Европу для нас закрыты, и поэтому значительно взаимный поток не сократился, а прекратился, можно будет сказать. Вот. Поэтому осталась Юго-Восточная Азия, то есть юг России, вот где, ну, по сопредельным государствам, таким, как Казахстан, конечно, там есть и дороги, и взаимные потоки, в том числе по туристским маршрутам, и там, ну, не менее 30-40 процентов этим, конечно, будут пользоваться. Особенно межрегиональные, приграничные обмены, там ездят и на отдых, и на курорты, вот. Поэтому вполне это будет возможно. Хотя и ЖД, и авиатранспорт, он свою долю тоже занимает. Но это касается Азербайджана, Турции, где эти потоки определяющие. Юрий Александрович, а Китай, например, он тоже не менее интересен для нас, как путешественников, и, в общем, из некоторых регионов очень даже удобно добираться. Есть данные о том, присоединится ли страна к проекту? Ну, на самом деле, пока таких данных нет, но это самый крупный донор для въезжающих к нам туристов до ковидный период. Это 2 миллиона 200 тысяч приезжали к нам гостей. Ну, и от нас более миллиона выезжало. Поэтому, конечно, важно обеспечить их страховыми продуктами. Пока это действует по всем государствам, где нет синей карты, по правилам страны, куда въезжаешь. То есть у них есть их национальные продукты страховые, их и нужно приобретать. Спасибо, Юрий Александрович, за разъяснение. О синей карте для автопутешественников нам рассказал в прямом эфире вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова